День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро в самом разгаре и осталось у нас буквально вот последний утренний гости. Мы периодически говорили о том, как выживают в эпоху ковида разные отрасли экономики, всевозможные специалисты, артисты, музыканты и прочее, прочее, прочее. Но вот, по-моему, мы все-таки оставили как-то без внимания сферу татуировок. Вот мастера тату сегодня у нас будут... Да, сегодня мы делаем работу над ошибками, исправляем этот существенный недочет и хотим поговорить действительно с двумя представителями этой отрасли, художественной отрасли, конечно же. С нами Артур и Ксения, мастера тату. Доброе утро. Доброе утро. Да, первый вопрос, конечно же, о том, как выживает мастер татуировок в ковидных реалиях со всеми требованиями эпидемиологическими, то закрыты, то открыты, вот эти вот налоговые изменения. Как это отразилось на вашей работе? Кто начнет? Ну, не знаю, либо дамы вперед, либо кто смелее. Ну, во-первых, меня как бы достаточно не чувствовало таких и больших изменений, можно сказать, да. Но, в принципе, я сейчас вот сам пытаюсь как бы кататься в Германию, там работать, потому что здесь какое-то время было тоже закрыто. Ну, и там, понятно, было закрыто, но там есть как в Германии какие-то вот части земель, где можно было, ну, как бы работать нормально. Вот как в Баварии, там, конечно, это все закрыто, а вот на севере Германии можно было работать. Вот. Ну, вот здесь, в Латвии достаточно вот, я только недавно относительно начал работать, потому что было тяжело, конечно, начать это все, потому что действительно все было закрыто, и неизвестно, когда было, когда это все откроется, потому что я вот относительно, да, в прошлом году открыл студию в сентябре в старом городе, да, и получилось так, что месяц проработал, и нас закрыли. И вот в марте пришлось как бы расторгнуть контракт и вообще закрыть студию. Но все это время аренду выплатили, да? Да-да-да, конечно. Поэтому я решил, что, ну, зачем смысл какой вообще платить аренду, поэтому лучше вообще сейчас прекратить, закрыться и вот сидеть, отжидаться, пока что-то ясно станет. Но сейчас вернулись, я так понял, в Латвию. Ксения, ваша история какая? Какой ваш опыт ковидный? Ну, к сожалению, в данной ситуации я не могла путешествовать так, у меня два ребенка, и возможностей не было. Поэтому были попытки самореализации в других сферах искусства, так как работа фрилансера не стоит на месте. И, естественно, да, на промежуток восьми месяцев пришлось, так скажем, прикрыть лавочку, причине того, что требовало от нас правительство. Но сейчас вроде как все можно, поэтому все те, кто ждали, все вернулись. А все эти советы стричься в лесу, можно ли делать вообще татуировки где-нибудь на свежем воздухе? Да, вы помните была эта тема? Ах, вы нам запрещаете в помещениях, ну тогда мы будем в лесу на свежем воздухе. Нет, ну, конечно, если одеться в костюмы, забагрикадировать весь лес и сделать его стерильно чистым, то, да, естественно, залить все спиртом. Кстати, о спирте и стерилизации. Насколько с вот этой точки зрения стерильности и чистоты ваша работа соответствует требованиям? Ну, просто не все сталкивались, ну, там, многие ходят в парикмахерские, да, имеют себе представление, как работают там, как маникюр, педикюр делают, в каких условиях тоже, там, маски и постоянная дезинфекция. Как это происходит в тату-салонах? Все должно быть абсолютно стерильно, все одноразово. Иголки никто уже не замачивает, спирт ее дважды не пользуется. То есть все один раз на каждого клиента все промывается и все одиннажды используется. Ну, помимо основы машинники. То есть остальное все чисто – перчатки, маски, все эти санитарные вещи, которые должны быть, они есть, без них никуда. Это все уже миф, что татуировщик – это какая-то грязная профессия, после которой ты можешь заболеть, и какие-то проблемы у тебя будут. Что касается, может быть, каких-то трендов в плане рисунков, начали во время пандемии набивать что-то связанное с ковидом, да, навеянное? Может быть, Артур набил туалетную бумагу? Я не знаю, у меня пока не было таких... Туалетная бумага и гречка, да? Да, гречка. Да нет, на самом деле, как бы нету, как бы люди как-то адекватно подходили к... Ну, а что, на память-то какую-нибудь маску наколоть. Нет, к сожалению, у нас люди... Не знаю, если вот в Германии, я думаю, или в каких-то вот... Ну, не в Германии, а в Европе, может быть, там, ради прикола кто-то и набил. У нас более люди, они такие спокойные, какие-то вот боятся что-то такое сделать, ну, не знаю, вызывающее, что вызовет осуждение. Поэтому все как бы в пределах нормы. То есть сделали там цветочки какие-то так, чтобы порадоваться. Вот, ну, такого не было опыта. Ксения, у вас... Они больше наоборот пытались отойти, мне кажется, от темы ковида и из разряда дать себе заряд новой энергии со словами «мы прожили этот год». То есть не напоминание, а как бы мы сделали это. А вот скажите, если говорить вот о клиентах, которые сейчас приходят, это постоянные клиенты или новые? То есть вот что... Сейчас больше появляется новых людей, которые приходят делать первую татуировку, или, скажем, постоянные, которые просто хотят пополнить коллекцию татуировок? У меня лично как бы мало очень новых. Обычно это уже старые наработанные клиенты, которые уже годами ко мне ходят и знают, что идут за качеством, в общем. Ну и, соответственно, новые – это те, которые... Старые им говорят, что вот есть хороший мастер, идите туда. То есть очень редко, но сейчас в данном случае чаще старые приходят, нежели новые. А я слышал такую пословицу, поговорку, не знаю, мнение, что трудно решиться на первую тату, а потом уже чуть ли не потребность возникает и трудно остановиться. Соответствует ли это действительности, Ксения? Факт. Есть такое. По самой себе могу судить. Ты же наливаешь первую, а потом затягиваешь, и ты как-то больше и больше, и ты уже не обращаешь внимания на то, что это больно, что это занимает полдня твоего времени. Факт нанесения нового аксессуара на свое тело, естественно. И все начинают с чего-то маленького, а есть те, кто начинают сразу с больших проектов. И это всегда интересно, как будет дальше. Очень много говорили о помощи государства там разным отраслям. Вот насколько в вашей отрасли помогало государство? Были ли какие-то, ну, все-таки факты помощи? В помощи даже я туда и не обращался, кстати. Я как-то все своими силами, потому что не хочется как-то быть обязанным своего государства. Пускай вот я лично своими силами потихоньку справился, и хорошо. То есть как-то так. А вы, Ксения, все-таки двое детей, вот этот Дик Сталл Пабблс, Сталл Класс точнее. Но с той стороны только поддержка была по большей части. Вообще, по факту, если все заполнять, то что-то получали, но не так, чтобы компенсировать все убытки, особенно аренду помещения в это время. Это никто не снижал, не делал удобно для мастеров, и не стремились к тому, чтобы наше дело процветало, и мы все стояли на ногах ровно. Хорошо, тогда давайте продолжим с художественной стороны заходить. Какие-то тренды прослеживаются в рисунках? Что сейчас больше всего накалывают? Что модное? Какие-то трайбы, надписи, цитаты умные или не очень? Ну, у меня лично клиенты больше за надписями маленькими приходят. Какие-то цветы в графическом стиле. Ну, вот такое. Я просто сам работаю больше в графике, поэтому ко мне и приходят именно за графическими рисунками. То есть какие-то цветные очень редко у нас делаются, потому что, ну, как-то, не знаю, то ли не модно у нас, то ли больше вот черно-белый реализм, да, как бы тоже я делаю, но вот больше графики как-то, вот именно все графическое. Не знаю, как у Ксении. Ксения, наверное, тоже в графике работает. Сейчас узнаем, как у Ксении. Нет, ну, нет такого понятия, как тренд. Есть мысли человека. У меня вот главная задумка того, что я пытаюсь реализовать, это вот выслушать полностью клиента и отобразить его мысль. И, не знаю, по большей части, естественно, такой как тренд, допустим, на цветы, он существует. И да, работа больше выполнена в черно-белом цвете, потому что это классика, потому что это всегда смотрится, и она не стареющая. Вот, и люди интересными мыслями приходят, и ты рисуешь для каждого из них индивидуальный рисунок. И вот это, по-моему, что-то слово какое-то творится. А рисунки, насколько они сложны? Нет ли каких-то заказов, портреты, там, я не знаю, воспроизведения каких-то картин? То есть, насколько вот сложно бывает... Батальное полотно. Да, полотно, да. Не знаю, панорама 1812 года, но я не думаю. Есть сложности, естественно. Особенно, когда тебе не даётся никакой конкретики. Говорится, например, просто там отрывок из стихотворения, и говорят, реализуй и сделай, как ты это видишь. И ты сидишь, голову ломаешь, потому что, естественно, у каждого будет своё видение, каждый разглядит какую-то картинку по-своему, и залезть в голову клиенту не всегда просто. То есть, это долгие беседы, как на консультациях, как и через социальные сети, где вы пытаетесь достучаться друг за друга, чтобы понять, что делать и как делать. Но мне, допустим, очень нравятся комбинированные рисунки, где есть и портреты, и цветы, и животные, какие-то маленькие детали. Чем больше, тем лучше. А что самое сумасшедшее приходилось накалывать? Самое сумасшедшее? Ну, первое, что приходит на ум, вот ничего более безумного в моей практике ещё не было. Вот это... Пока Артур думает, может, Сеня? Я тоже думаю. Хорошо. Артур, было же что-то? Подвесили случайно. Да у меня всё скромно, на самом деле. Не было таких каких-то сумасшедших. Был там один, конечно, но... Вот начинается. Давайте, давайте уже... Там ничего особенного, в принципе. Как бы Пэкмана он себе набил рядышком с сосочком. Вот он типа как будто... Ну, вы помните Пэкмана, такой жёлтенький человечек? Вот. Ну, этот самый, мне кажется, такой безумный, вот, ну, трэшевый какой-то. А так всё очень скромно, и все люди как-то попадались адекватные. Флоу Богу. А какие части тела наиболее востребованы для нанесения тату? Руки, ноги, туловище? Руки, бёдра. Бёдра, да. Вот очень бёдра. Вот женщины, девушки очень бёдра любят. Особенно большой какой-то, опять же, полотно себе сделать, из цветов, да. Главное, что не в конечности. Ну, да. А так лицо я вообще стараюсь не бить, потому что, ну, не знаю, я вот лицо не хочу трогать как-то. Для меня это табу на самом деле. И больше, да, вот, я говорю, бёдра, руки. А насколько уместен вопрос, насколько этичен вопрос, что означает твоя татуировка? Лучше не стоит давать его. Почему? Ну, если человек что-то наносит на своё тело, он должен считаться тем, что это вызывает интерес. Хорошо, там, если это бёдра, на работе, скажем, в офисе, это не видно, но на пляже, там, в компанию собрались люди на шашлык, там, в купальном костюме, в плавках или, там, в купальнике, это становится видно. Если что-то это сумасшедшее, ну, там, хорошо, Бакман, который целится съесть сосок, ну, там, понятно, просто по приколу. Ну, чувство юмора такого своеобразного человека. А если сложные какие-то, ну, вот, завихрения, Ксения, как вы сказали, комбинация цветов, портретов и так далее, ну, под этим, есть же какая-то идея, человек зачем это на себя наносит, он это хочет себе показать, чтобы в зеркало смотреть? Или это как жест какой-то и высказывание всё-таки направленное на социум? Ну, на самом деле, по большей части, все делают для себя татуировку. Ты не ходишь, как картина, которая вот так вот тыкает всем и говорит, посмотрите на меня, вот, вот, что у меня сделано. Ты больше что-то делаешь, чтобы как-то для себя раскрыться, напомнить себя в каком-то моменте или просто себя украсить, потому что там у тебя, возможно, есть какие-то растяжки, ещё что-то, или вообще просто тебе хочется. Ну, растяжки, это косметическое уже требование, необходимость. А что? Нет, нет, нет. С растяжкой. Да, а у меня вопрос, вот, если, например, приходят пары, или, например, вот люди пытаются увековечить что-то в своей жизни, вот советуете ли вы, ну, пример просто есть хористоматийный, Джонни Депп когда-то делал себе «Войну на Форевер», у него была, ну, девушка «Войну на Райдер», а потом они расстались, и он замазал это, сделал «Вино Форевер». советуете ли вы увековечивать, ну, чтобы, не дай бог, не надо было потом сводить эти татуировки влюблённым, там, которые приходят, там, пытаются как-то друг дружку навсегда увековечить. Ну, вы можете сделать символичные татуировки, то есть с каким-то рисунком, как-то отобразить ваши эмоции, но абсолютно необязательно на всю руку писать себе «Вася» или «Коля», или «Аня», или «Принадлежу тому-то». То есть это в любом случае будет заделано через какой-то промежуток времени. А приходится вам… Сводить. Сводить, ну, я имею в виду, или доделывать какие-то… Ну, вот приходит человек, у него какие-то старые татуировки, и вот вы, которые сделаны другим мастером, и, может быть, человеку дополнить хотелось бы этот рисунок, вот вам приходится вмешиваться в чужую работу. Я лично в какой-то момент, да, я делал это, потом я от этого отошел, потому что понял, что слишком много энергии это занимает, и как-то хочется просто вот свое что-то сделал. А так, да, очень много, очень много людей приходит, и действительно хотят переделать, что-то доделать, потому что, ну, видишь, что непрофессионально сделано достаточно, и, как бы, приходится тебе вмешиваться в это и что-то как-то придумывать красивое, изображать там на теле. Мне иногда нравится сделать татуировки, вроде как даешь новую жизнь человеку на какое-то дальнейшее движение, и он уже не стесняется показывать там своего маленького дьяволенка, который там тычет себе на одно место. Я буду отправлять тебе тогда на всех клиентов. А у меня еще один маленький вопрос по поводу... Одно время было всегда жутко модно на каких-то иностранных языках писать или китайский иероглиф, или арабскую вязь, и сколько случаев было, когда говорят, что набивали люди в Сингапуре где-нибудь, и я белый дурак, там написали какую-нибудь гадость, и люди ходили потом гордые вот с этой татуировкой, и думают, что там написано какое-то философское излечение там Дуфу или Конфуция, да. Да-да-да, было, было. Есть такое, есть даже вот сейчас клиентка одна, она тоже за ухом мы два года назад, не, год назад я ее делал на арабском, и вот сейчас она, получается, в Америку уехала, и в Америке узнала, что там слово это обозначает совсем не то, что она хотела. И вот сейчас она прилетела, да. Женщина в пониженной социальной ответственности? Переделывается. Так что, да, слышав здесь много очень интересных, посмеяться можно. У нас остается не так много времени, мы основную часть нашей беседы посвятили тому, что наносят. А часто ли обращение, наоборот, свести? Полностью причем. Вот все, надоело, мешает, карьере, жизни надоело. Любая причина. Есть, но, допустим, не все студии занимаются сведением. Это отдельная процедура, и это лазерная. И как бы оно не всегда чудо действует. И это больнее. Поэтому по большей части, ну, в моих ситуациях, ко мне приходили заделывать, потому что удалять это больно, удалять это не факт, что удалится, и остается какой-то, как рубец, шрам. Ну, я еще не видела ни одной отдаленной татуировки, так что у меня ничего нет вообще. Полная регенерация кожи. Хорошо, огромное спасибо вам, ребята. Артур и Ксения, два мастера татуировок были с нами, поговорили о трендах и о прочих обстоятельствах. Как вот работает с мастером татуировок в ковидных реалиях? Конечно же, чуть позже этот разговор, шифрованный в текстовой версии, появится на нашем портале MixNewsLV. Еще раз спасибо Артуру и Ксении. Хорошего вам дня. И всем нашим слушателям также. Хорошего дня. Всего доброго. До свидания. Вы слушаете Радио Болтком.